Девушки отдыхают Творческий проект начинается с чистого белого листа, как наша студия Поэтому именно здесь бываются самые невероятные мечты о новой комнате Родители в проектировании и ремонте принимать участия не будут Поэтому новая комната с собственным ребенком станет для них настоящим сюрпризом Вы смотрите самое полезное и веселое шоу о ремонте для всей семьи Это «Моя комната» и его ведущая Ольга Шелест Мы решили отказаться от проекта Мы боимся, вдруг они разрушат, а нам это нужно С удовольствием представляем вам нашу сегодняшнюю героиню Татьяну Осипову Таня, привет! Здравствуйте! Это невероятная красавица нарядилась Я выгляжу к бледной Молине на твоем фоне Нет, вы очень красивая Спасибо, моя голубушка! На начале расскажи, чем ты увлекаешься, чем ты занимаешься поживью? Я хожу в театральную студию, я хочу выступать дальше на большой сцене Да? А что ты хочешь играть? Я хочу в кино сниматься Здорово Чтобы меня по телевизору показывали Класс, я тоже об этом мечтала в детстве Я очень хочу стать артисткой Видишь, мечты сбываются, меня показывают по телевизору Так что у тебя обязательно все сбудется Тань, ну расскажи мне, пожалуйста, о своей семье, о маме, о бабушке Мама работает на работе главным бухгалтером Бабушкой, домохозяйкой Как они восприняли твое желание принять честь в нашем проекте? Они согласились Бедные, они, наверное, не знают, на что они соглашаются Давай мы послушаем маму и бабушку, что они на самом деле думают о том, что ты решила переделать свою комнату Конечно Мы семья Осипова Я мама Татьяны Это Танина бабушка У Татьяны очень бурная фантазия Она бурная, да, но непредсказуемая Татьяна проходила кастинг И мы видели после этого, как горят ее глаза То есть она вышла Вот это все, да Мы просто поняли, что ей это хочется И все равно ей нужно было свое место Ну, было, знаете, так 50 на 50 Вроде бы и хотелось, но при этом было страшно Ну, Татьяна сказала, что мам, бабушка, не переживайте Все будет хорошо Главное, что согласила и бабушка, да И, соответственно, уже это... А потом это не остановить Слушай, ну это здорово Мама и бабушка поддержали идею ремонта Давай мы посмотрим, во-первых, на твою старую комнату Вот так она сейчас выглядит Ты живешь там с бабушкой Ну, да Ну, как здорово, что взрослые сами догадались, что тебе уже нужно собственное пространство А теперь эта комната полностью отдана тебе наотку Да Ну, что же тебе не нравится в этой комнате? Мрачные обои Это даже не обои, а ковры Ковры висят Все заставлено, шкафы везде, ковры висят И вообще мне там места нету, где заниматься Где танцевать, где актерским мастерством заниматься В общем, мне там ничего не нравится Я думаю, что мама и бабушка не думали, что мне это не понравится И сделали такую комнату Потому что они так сами захотели Ну, наверное, им это нравилось Еще у тебя есть замечательный ковер на полу Ну, да У него мы оставим, так как вида цветочки Ты же артистка, тебе к ногам будут бросать цветы все время И кто-то тебя смотрит, ты практически по ним ходишь Или уберем его? Мне не очень нравится ковер Бабушка, вы можете забрать ковер вместе с сапой Из мебели Может быть, что-то оставим? Из мебели Вот такой замечательный диван Тоже в цветочек Он скрипит, когда он складывается Боже мой, как ты жила в этой комнате Это же можно глаза сломать Это просто не комната, а какая-то мозаика Давай мы возьмемся уже за дело Потому что мне не терпится узнать Какую комнату ты придумывала у себя в голове Чтобы понять, что получится Из вот этой вот старомодной, никому не интересной комнатушки Да Мы считаем, что комната, которая у нас сейчас есть Она функциональная Наверное, яркая Потому что у нас достаточно много цветов присутствует Ну, у мамы, наверное, ковры Очень дорогие в этой комнате Потому что мы очень сложно с этим расстаемся Ну, да, потому что сами мы все это доставали Рассказывай, что это будет за комната? Какая вообще? Это будет комната будущей артистки Ах, вот оно что! Тебе нужна гримерная комната, да? Да Обязательно Нужна, очень нужна Будет такое большое зеркало, да? Да А вокруг этого зеркала будут еще вот эти фонарики Когда красишься Да, чтобы освещали Совершенно верно Здесь будет такая полка, да? И там будет много-много всяких помад, пудр, каких-то кисточек Что там еще? Тени Тени обязательно А куда мы без румян в нашем современном мире? Она очень любит у нас краситься У нас косметика общая Практически, особенно во время отпуска Тушь для риса нет, да? Такая будет щеточка у тебя Обязательно Что хохочешь? Рисуй! Косметика может придумать что-то в стиле принцесс Потому что все-таки она девочка Наверное, это будет что-то такое Творец Потому что даже она, когда смотрит картинки Это вот больные платья Какой у нас стол Лампы, дустры, да, вот Принц Какие у нас будут обои? Если у нас не будет ковров на стене Белые Белые у нас сегодня черные, поскольку у нас нет фломастера Мы нарисуем, да? Ну, с каким-то золотыми полосочками Что это? Это твое отражение Просто мне захотелось повеселиться Конечно, отражение мое будет другое Конечно, другое Это же у нас красавица А это просто какой-то крапкозябра Итак, ты нарисовала желтые полоски Да Так, желтые полоски будут Золотистые полоски Золотистые даже, да? Да Где они будут? На полу? Нет, на обоях А зачем же ты их на полу нарисовала? Это стены такие Слушай, мне кажется, на обоих А у меня это пол Ну вот мы все запутали И что же нам теперь делать? Теперь нам нужна профессиональная помощь Как ты считаешь? Саню нужно Как это было, ребенка Саню нужно сильно контролировать Потому что с ее фантазией С ее мыслями, эмоциями Она может там в одну минуту Нафантазировать вот так, да? А потом там через две минуты Вообще в другое русло у нас пошло Встречаем дизайнера Будущей Таниной комнаты Ирины Фефелову Которая поможет нашей героине Создать нечто уникальное Рассказывайте Что вы уже увидели в Таниной комнате И что как можно там расположить? Итак, вот это план нашей комнаты Таниной Вот у нас входная дверь в комнату Будет стоять вот здесь На этом месте диван Напротив будет сцена Сцена? Да Это же наша артистка Она хочет играть Она будет выступать И гости как раз и будут сидеть на диване Перед ней Смотреть на нее Не можем обойтись без гримерки Поэтому, конечно, она у нас будет Это неотъемлемая часть Ну и будет для почетного гостя кресло отдельное Рабочий стол нам необходим Потому что, несмотря на то, что она артистка Школа из школы Надо делать уроки Вот такая у нас чудесная комната будет В принципе, по расстановке Ну, по интерьеру мы тоже сейчас посмотрим Да Ну, я смотрю, вы вообще спелись Мы даже пришли обе в красном Мы просто думаем Да? То есть вы случайно? Слушайте, ну мне кажется, у вас сложится В таком случае замечательный проект Но поскольку заказчица у нас Таня Мне кажется, она должна и выбрать Как это будет выглядеть Конечно У Тани есть у нас, да, любимые цвета Посмотрим? Да Договоримся Давайте Мы посмотрим комнату в трех цветах В розовом Нежно-нежно розовом В нежно-нежно розовом Это прям классика Прям красота такая, да? Яркие цвета Ты как артистка выглядишь И тут напротив сидят гости На таком диване А посмотри, какой балдахин Это же целая царская комната, да? Да Ммм, как шикарно Еще мы эту комнату проработали В другом цвете, как Таня хотела В золотом И вот это дворец Дворец для Тани Да? Да Еще один вариант у нас цвета был предложен Белый Практически белый С элементами некоторыми розового Таня Вот сейчас надо очень хорошо подумать И выбрать Мне нравятся все три варианта Тогда нам нужно сделать все три комнаты Трехкомнатные? Да У тебя есть трехкомнатная квартира? Трехкомнатные нет Пока нет? Ну ты давай танцуй, пой, зарабатывай, гонорары повышай И тогда купишь тебе трехкомнатную квартиру А пока надо выбрать Я хочу, чтобы стены были золотыми А что, Рад, чуть-чуть розовенькими Ну, Таня, ты молодец Приняла решение И совместила все свои три любимых цвета Получится у нас сделать Такой вариант? Получится Здорово А когда в студии мы видели этот 3D-проект Я же в голове себе прикинула Как там все будет Как там все хорошо И я сразу Мне так понравилось Вольт, мы же можем быть с тобой в одной связке Большая анимация Путь будет тернист А у меня есть шар Назад пути нет А я буду обходить препятствия Нас ждет множество испытаний Честно? Предупреждаю Мы ждем в логово врага Опасность на каждом шагу Да я ем опасность на завтра Голодный? Девчонка! Ты в команде! Вольт. Премьера В следующую субботу В 19.30 Большая анимация Только на канале Дисней Мы плывем на пиратский остров И летаем в небесах Фейлиста легко и просто Если веришь в чудеса Подружись с героинями Любимых мультфильмов Феи Дисней в шикарных платьях Все на каникулы с детским миром Вильграция! Скидка 20% на рейс-ассортимент Поезд динозавров в детском мире Сколько зверюшек, сколько историй Фестиваль зверюшек Их так много И они такие милые Собери их всех И расскажи свои истории С новыми зверюшками Литл Стэдшоп Присоединяйтесь в группе Литл Стэдшоп ВКонтакте Настоящая любовь Это когда два сердца Бьются как одно И нет никого в мире важнее Чем твой малыш Заботиться о своем крохе Мамам помогает малютка Ведь в ее составе Только тщательно подобраны ингредиенты Сегодня малютка предлагает 20% подарок Большая упаковка уже в продаже Встречайте! Эмэйзинг ЖУС! Интерактивные цирковые мышки Удивят вас! Посади мышку в коробку Абра-кадабра! Она исчезла! Следующий номер Прыжок с трамплина! Невероятно! Стань фокусником с игрушками Эмэйзинг ЖУС! Агуша Эврика Чтобы малыши уверенно шагали вперед В своем развитии Им нужен натуральный витамин К2 Он помогает кальцию Лучше усваиваться в организме Натуральный витамин К2 Содержится в творожках Агуша Вот почему благодаря этим творожкам Зубки и косточки малыша Крепнут день ото дня И он легко покоряет новые вершины Агуша с К2 Крепкие косточки и зубки малыша Твоя мечта совсем рядом Внутри каждого Велли сюрприза Фантастическая коллекция крутых машин Найди любимые модели Внутри Велли сюрприза Их много И они классные Собери их всех И создай свою коллекцию Велли Купи и ты автомобиль своей мечты Частая причина плача малышей до года Это проблемы с пищеварением Если вы кормите смесью Правильный ее выбор Может значительно снизить Риск колик и дискомфорта При кормлении Семилак Премиум Без пальмового масла 70% мам отметили снижение колик Чтобы малыш был здоров и счастлив Выбирайте смесь внимательно Семилак Премиум Мама-свинка ищет Пеппу Но где же она? Смотри, Пеппа здесь! В шоколадных шарах Чупа-Чупс Ты найдешь героев Из любимого мультфильма Свинка-Пеппа Собери их всех Мама, подошли Пеппу Ух ты! И настоящий молочный шоколад Шоколадные шары Чупа-Чупс Любимый герой в каждом шаре Привет, я Свинка-Пеппа А это мой новый журнал Давай учиться играть вместе Свинка-Пеппа Официальное издание Уже в продаже Так, ребята, на счет три Один Два Три Три истории дружбы Три истории любви Три истории Улетных приключений Три истории игрушек в один день История игрушек Все части Четвертого ноября В 16.00 На канале Дисней Папа, я видела привидение Настоящее живое привидение Нет никаких привидений Видишь? Рад познакомиться, сэр Привет Каждый раз одно и то же Он мне так нужен друг Не пропусти историю самого дружелюбного привидения в мире Дай четыре Каспер Сегодня в 21.00 На канале Дисней Семилетняя Таня Осипова из Москвы Давно мечтала о новой комнате С помощью профессионального дизайнера Она придумала проект И совсем скоро к ней присоединятся строители Которые помогут в ремонте Но для начала нужно освободить старую комнату В этом Тане поможет веселая команда друзей Мы будем делать ремонт Вот мои помощники Василиса, Артем, Стас, Машин, Арсений Судя по тому, что вы такая веселая, активная команда Что-то мы все-таки, наверное, погорячились Да, да, да А что вы там будете делать? Что вы там планируете? Мы поможем вам порвать обои Делать вам ремонт Ну все, мама Хороший? Да Да Завдаем гарантию Обещаете? Да Все, замечательно Вот что у меня есть Родителям вход вам встречает То есть мы даже не сможем увидеть, что вы там сейчас будете творить Да Веши, идите, надеемся И ждем с нетерпением результата Хорошего Да Мы решили отказаться от проекта Мы стали очень сильно сомневаться Что может быть нам это и не нужно Особенно, когда мы увидели Все то количество детей Таниных, друзей Которые пришли И с фразой мы пришли помогать С той под дверью мы подслушивали Да, что там Вот эти крики А-а-а Вот эти удары в стенку Что-то там было Да, что-то падает И нам нельзя это посмотреть было очень воздействовано, честно говоря. Я совсем не волновалась. Ну, а мама с бабушкой уже волновались. Что же они там сделают? Что же такое будет? Мы боимся вдруг они разрушат, а нам это нужно. А мы там веселились, на обмех рисовали, потом их рвали, потом на кровати скакали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таня Осипова всего семь лет. Но она уже точно знает, что ее детская комната нуждается в ремонте. Мама и бабушка Таня поддержали идею о ремонте, но совершенно не готовы доверить семилетнему ребенку такой сложный и важный процесс. А вы почему? Попробую узнать их прямо сейчас. Здравствуйте, Ирина и Татьяна Егоровна. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Здесь уже побывала ваша малютка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позволняйтесь. Все, постарайтесь. Берете себя в руках. Тебе не так страшно. Она у вас девочка, конечно, жутко самостоятельная. Она уже знает все свои цели в жизни, уже знает приоритеты. Но я думаю, что вы это знаете. Все прекрасно. Но тем не менее, в нашей программе иногда бывают такие моменты, когда родители вроде бы и знают своих детей, как облупленных. Но вот же они на глазах подрастают, и все мы про нее знаем. А потом случается, что... Он не знал, что это все. Но в целом девочка предсказуемая. Или бывают неожиданные повороты? В целом предсказуемые, но бывают неожиданные повороты. Все-таки. Ну и неожиданный поворот случился в вашей жизни, да? Непредсказуемый. Девочка захотела в собственную комнату. Хотите, я приоткрою вам небольшую завесу того, что мы тут попытались с Таней изобразить? Смотрите. Ну, можно сказать так, что завесы, конечно, прятают. Все прям, чтобы... Ну, Таня же еще рисует? И я тоже ее рисую. Мы начинали, что чуть-чуть получше. У вас есть предположение, что вообще здесь изображено? Ну, вот это, наверное, балкон. Ну, не знаю, может быть, это забор какой-нибудь? Это я... может быть, но судя по тому... Вообще, это похоже на пограничный стол. Вот этот, похоже на стол с ножками. Угу. Слон. У вас есть слон в квартире? Нету. Нету, будет? Вот слона у нас не было. Будет. Будет. Да? Так. Это я даже не знаю, что. Может быть, Таня была голодной и нарисовала благо. Это похоже на зеркало. А это, наверное, какой-нибудь диван с подушками. Ага. Или это диван с подушками. Так. Когда мы увидели этот рисунок, это было абра-кадабра. Когда мы увидели вот этих слоников, там квадратик, тут квадратик. Посередине что-то было. Это, наверное, стол, да? Мы не поняли. Потому что у нас вот постоянно шли какие-то сомнения. Нет, до сих пор присутствует. Да, это вообще не было никакой ясности, а так оно вообще пропало. Мы поняли, что хотя бы будут стены, потому что вот эти квадратики были к чему-то приставлены. Она девочка у нас умная, заоблачная, что-то. Она все равно не придумает такого в рамках. Черного не будет, мне кажется. А какие ее любимые цвета? Красный. Наверное. Зеленый. Но черный только в одежде. И то это если юбка. Все остальное неприемлемо, потому что черный у нас носит мальчики. Но так как сейчас она в лице и ходит черный, она так немножко к нему привыкла. Но мне кажется, это не в больших масштабах. Белый, наверное. И белый. Ну, розовый не был давно, когда вот эти были всякие замки, феечки. Но я вам еще, еще, еще взряду на маленькую тайну. Да, что Таня решила сделать комнату в своих любимых цветах. Если комната будет красно-зеленой. Бабушка уже потеряла на речи. Мы очень сильно переживаем по поводу неизвестности. Вроде и доверяем, но в то время есть опасения, сомнения. Но хочу вас успокоить немножечко еще. Дело в том, что по правилам нашей программы у родителей есть возможность частично повлиять на то, что будет происходить с закрытыми дверями. Вы должны быть ответственными на вопрос, что обязательно должно остаться в Таниной комнате и чего там категорически быть не может. Если бы они хотели внести изменения, если бы они хотели опять туда ковры повесить, нет. Если бы они хотели туда свои опять эти обои наклеить, купить и наклеить, нет. Я сразу им сказала, а они все меня уговаривали, но я сказала, как я хочу, так и будет. И это мое решение. Начнем с того, что точно должно быть в комнате вашей дочери внучки. Это зеркало, поскольку Татьяна артистка, наверное, не надо перед чем-то кривляться. Это дверь. В комнате обязательно должна быть дверь. А кровать. Все-таки ребенку надо где-то спать. Да. Хотя дети, они такие не засыпают в любых условиях. И шкаф. Можно три варианта выбрать. К сожалению, только один. А, только один? Только один. Мне кажется, что, наверное, дверь должна быть обязательно, потому что по-другому как мы туда попадем. Ну да. А потом уже, наверное, купить и зеркало, и шкаф, и кровать, и все остальное. Да, что нужно делать. Все купить. Прекрасить, прекрасные небы, и все остальное. Когда нам предложили выбрать что-то одно, мы решили выбрать все. Что-то нужно. Хотела все выбрать. Все оставить. Хорошо, я обязательно передам это нашему дизайнеру и Татьяне. А чего точно должно быть в детской комнате Татьяны? Оркестровые ямы, собачьи конуры, асфальта или гримерная комната? Асфальта, наверное, точно не должно быть. Должно. А чем вас пугает асфальт? Тоже один вариант, да? Холодно, темно, черный цвет. Ну, как-то, мне кажется, хватает его на улице, асфальта не должно быть. То есть оркестровая яма вас не пугает? Оркестровая яма не должна быть. Татьяна, наверное, как-то на оркестровую яму не решится. Думаете? Хорошо. Надеемся. Я принимаю ваш вариант. Вы согласны, Татьяна Горг? Да. То есть асфальта быть там не должно? Не должно. Окей, хорошо. Я обязательно передам Татьяне, ее дизайнеру, ваше требование. Ну, а вас я призываю? Терпение. Терпение. Ну, и купите валерьянки, или что там помогает от нервов? Мы уже купили, уже запаслись. Уже купили? Начинайте принимать. С понедельника начинайте принимать. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Телелетняя Таня Осипова жила в одной комнате с бабушкой, и все в ней было унылое, темное и старое. Поэтому, как только мама решила, что дочери пора иметь отдельную комнату, Таня быстро придумала себе дизайн-проект и начала ремонт. Для мамы и бабушки новая комната станет большим сюрпризом, и наверняка они не ожидают, что их самая обычная комната теперь станет артистическими куларами будущей звезды. Здесь появилась настоящая сцена. Со всеми были убраны старые ковры и темные обои. Команда профессиональных строителей подготовила стены для покраски, которую я решила доверить Тане, ее однокласснице Ане и друзьям Стасу и Василисе. Друзья, как видите, у меня здесь идет ремонт, но я хочу, чтобы он поскорее закончился. Нам дала задание Ольга Шелест. Здравствуй, Танечка и ее друзья. Я знаю, что сегодня вы пришли помочь нашим строителям, и вот вам мое задание. В новой комнате Тани пока только голые стены. Не пора ли их покрасить? Думаю, самое время. Уже готова краска, валики и перчатки. Вперед, у вас все получится. Ольга Шелест. Таня, а какая у тебя комната будет? У меня будет комната артистки. А зачем тебе сцены? Чтобы показывать спектакль на этой сцене. А когда у тебя ремонт кончится, ты нас пригласишь? Конечно, я вас приглашу. Мы можем придумать и сделать спектакль для родителей. Я позвала себе на полных друзей. Мы красили стены. Я думала, что очень трудно будет. Оказалось, это чуть-чуть легковато. Ребята, а если бы вы могли в этом проекте участвовать, кто какую себе комнату бы сделал? У меня бы там был домик на дереве и качели из цветов. Стас, а ты какую бы комнату себе хотел? Гонки. Кровать. Кровать какая? В стиле машинки или что там? В стиле машинки, шкаф, в стиле заправки. Понятно, Василис. А ты какую бы себе комнату хотела? Я бы хотела на сельсы. Там было снежное кресло, шторы синие. Обои сельсы. А знаете, моя одноклассница Ирада захотела себе сделать комнату в джунгле, чтобы там была тарзанка, были зеленые обои. Что, прям в комнате тарзанка? Конечно, в комнате. Она бы хотела такую комнату. Татьяна, наверное, справится с заданием от Ольги Шелест, если не поленится. Я думаю, что Ольга и не даст сложные задания, потому что сила возраста Татьяна и ее друзей. Поэтому я думаю, что они с этим справятся, а потом это же новое, им будет интересно. Даже если это будет им тяжело, мне кажется, что они сделают все возможное, чтобы это сделать. А у вас когда-нибудь был ремонт? Кто что-нибудь помогал родителям дома делать? Вот, например, это мой первый ремонт. Я делала ремонт, я маме помогала, мы обоих с мамой клеили. Ух ты, круто! А Василис, а ты помогала делать ремонт когда-нибудь? Да, я помогала папе красить стену. А когда нас по телевизору будут показывать? Ну, когда ремонт доделают, тогда и будут. Я думаю, что мы хорошо справились, только мы чуть-чуть там насорвили. Там дырочки чуть-чуть были. Ну, хорошо, что есть профессиональные строители, и они мне, конечно же, помогли и все исправили, что мы там с ними наделали. Субтитры делал DimaTorzok Вот представляю, как ты любишь бабушку и маме. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Спускаем лодку на воду и начинаем веселиться. Давай. Не помню, чтобы она была такая тяжелая. Битховен, ко мне! Я в порядке. Выигрывает тот, кто собрал больше всего усов. Настольная игра «Шлёп усы» от Spin Master. Решись на экстремальный объём. Одень ресницы в чёрную кожу с новой тушью Colossal Go Extreme Leather Black от Maybelline New York. Первый стержень с двойным изгибом заряжает ресницы 100% чёрным, насыщенным пигментом. Двойная порция коллагена для 16-кратного экстремального объёма. Go Extreme чёрная кожа. Натрилон понимает, что вы стремитесь дать максимум своему ребёнку уже сейчас, чтобы он стал успешным в будущем. Выбирая Натрилон, выбирайте нашу самую выгодную Макси упаковку. Натрилон всегда стремится к большему. Чтобы такое пятно отстиралось, порошок в стиральной машине должен полностью раствориться. Вот почему Samsung изобрёл генератор EcoBubble. Активная пена разрушает пятно изнутри. Стиральная машина Samsung EcoBubble. Не просто стирает, а отстирывает. Теперь это моя любимая краска. Стойкая и без аммиака. Впервые от палет. Стойкое окрашивание без аммиака. Палет Perfect Gear. Технология многослойного окрашивания для сияющего цвета без седины. Эликсир шёлка бережно заботится о волосах. Роскошный уход. Новая краска Палет Perfect Gear. Шварцкопф. Опыт профессионалов. Для ваших волос. Агуша Эврика. Творожки Агуша содержат натуральный витамин К2. Он помогает кальцийу усваиваться в косточках и зубах малышей. Ценное качество за приятную цену. Студия вязания НИТСКУЛ. Вяжем весело без спиц и крючков. Быстро, стильно, модно. Студия вязания НИТСКУЛ от Спинмастер. Классно получилось. Привет, меня зовут Татьяна Лазарева, и у меня к тебе очень серьёзный вопрос. Зачем папе быть сильным? А. Носить тяжёлые сумки. Б. Носить маму на руках. В. Построить что-нибудь. И Г. Чтобы всех защищать. Правильный ответ я сама не знаю. Его знают только дети. Дети в программе «Это мой ребёнок». «Это мой ребёнок». Новый СИЗО. Каждое воскресенье в 10.30 на канале Дисней. Дети Таня, это же наша вода детская, у вас ведь своя. Фильтры для воды барьер. У каждого свой. В программе «Это мой ребёнок». Таня Осипова, которая всего 7 лет, решила доказать своей маме и бабушке, что ей можно доверять очень взрослые и ответственные задания. Именно поэтому она самостоятельно начала ремонт своей детской комнаты, которая станет не только исполнением её мечты, но и большим сюрпризом для взрослых. Таня вместе со своими друзьями активно принимает участие во всех ремонтных работах, которые я ей поручаю. А теперь время мастер-класса с дизайнером Ириной Фекеловой. Танюша, твоя комната получается светлая и чудесная. Тебе нравится? Очень. Я хочу там начать поскорее жить. И пригласить туда своих друзей. Танюша, твоя комната выполнена идеально, и она отражает твой характер. Она такая красивая, но всё-таки мне хочется добавить одну милую вещицу туда. Давай сделаем. Конечно. А что это будет? Это будет оригинальная ваза с самыми солнечными и необычными цветами. И мы сделаем её с тобой своими руками. Своими руками? Да, с помощью наборов для творчества до Винчи, ваза дизайнера и студия дизайна с подсветкой. Здесь у нас стайлер, цветные картриджи, основы для декорирования. В общем, всё, что нам нужно. Здорово! Давайте скорее начинать! Я знаю, что ты любишь фантазировать и обязательно придумаешь что-то интересное. Итак, мы берём специальный инструмент для декорирования стайлер, цветной картридж и вставляем его. И начинаем с тобой волшебство. Нажимаем вот так и выдавливаем до Винчи. Да, я видела, как это делают в программе. И очень хочу сама попробовать. Можно я тоже попробую? Конечно. Давай тогда бери второй стайлер и мы с тобой будем творить. Какой ты хочешь картридж? Я хочу розовый. Ой, что-то не получается. Не страшно. До Винчи легко. Можно стереть рукой и начать заново. Как здорово у тебя получается, да? Как будто бы ты уже умеешь всё это делать. Круша, ты сама-то видела комнату, которую тебе делали? Видела. И как тебе? Очень понравилось. Ты же сама что-то там делала руками? Да. Ну, друзья, мне там красили стены. Да ладно? Прямо руками красили стены? Какой цвет? Бежевый. Тебе понравилось? Ты первый раз красила? Да, я первый раз красила. И чем ты красила? Валиком или кисточкой? Я валиком красила. Тебе понравилось? Очень. Мне так нравится, так красиво у нас получилось. Здорово. Такими наборами до Винчи вы можете придумать и воплотить в жизнь любую вашу творческую фантазию. Цветы готовы и теперь займёмся базой этого цвета. Спасибо. Для её оформления мы используем студию дизайна до Винчи с подсветкой и новые двухцветные картриджи. Кстати, студию дизайна можно использовать как витрину для твоих шедевров. У студии есть пять режимов подсветки и ты сама можешь сделать яркое световое шоу из своих дизайнов. Здорово. Вот так у нас получилась шикарная ваза с ярким букетом цветов. Когда ты будешь декорировать свою комнату с Олей, ты сможешь поставить эту вазу на свой столик и она прекрасно дополнит твою комнату. Ведь для каждой актрисы цветы это лучший подарок. Да, я обожаю цветы. Как ты думаешь, что ещё можно сделать с помощью до Винчи? Я хочу сделать картину для моей мамы и бабушки. Здорово. Хорошая идея. Уверена, что она им очень понравится. Кстати, множество идей для творчества вы можете найти в онлайн-студии до Винчи на сайте davinci.ru. Спасибо. Это было очень интересно. Я рада, что тебе понравилось. Коллекция наборов до Винчи постоянно пополняется и вы всегда можете найти для себя что-то новое. Вот так у нас получилась шикарная ваза с ярким букетом цветов. И мы должны оставить её на несколько дней, чтобы она полностью высохла. Это комната будущей артистки Татьяны Осиповой. Комната, в которой Таня жила до ремонта, совершенно ей не подходила. Она делила её с бабушкой. В ней всё было заставлено старой громоздкой мебелью. На стенах висели ковры, а обои были очень тёмными. Теперь, благодаря команде профессиональных строителей, появилась настоящая сцена для домашних выступлений. А также, не без помощи Тани и её друзей, стены в комнате стали гораздо светлей. Часть из них покрашена, а на остатке мы вместе с Таней нанесём штукатурку. Таня, ну твою комнату совсем не узнать. Ты же стоишь на сцене, ты в курсе? Да. Ты помнишь дизайн своего проекта? Помню, да. Ты же как-то планируешь заняться своей карьерой? Конечно. Что ты для этого делаешь? Я хожу в театр Советской Армии. Да. Хочу, чтобы была профессиональная фотосессия, портфолиум. Так. И чтобы, когда я пришла на кастинг к режиссёру, и он уже увидел, что я могу быть и грустной, и весёлой. Ага. А ты умеешь быть и грустной, и веселой? Конечно. Ну-ка, расслешись-ка как-то сама. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, Боже мой. Это не всегда весело. А как же, грустно, как же плакать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не плачь, Танечка, не плачь. Я представляю, как ты изводишь бабушку и маму. Мне не хочется идти в школу, мне не хочется есть эту кашу. Я вообще люблю очень учиться. Да? Да. Молодец. Таня, трудиться ты любишь? Очень люблю. Это здорово, потому что сегодня нам предстоит с тобой сделать необычную работу. Мы будем штукатурить стены. Есть определённый вид работ, который выполняют только специалисты. То есть, если это поделка, да, это может сделать Татьяна. Если это работа строительная, да, то есть, это стены, там, я не знаю, там, покраска. Соколи, колбой, да, там, или покраска. То, мне кажется, и Татьяна, мне кажется, так же думает, что это должны делать только специалисты. Мама с бабушкой чуть-чуть сомневаются. Они думают, что я не справлюсь. Я ещё маленькая. Ну, я им сказала, нет, мама, бабушка, я справлюсь. Сегодня в этой комнате на стенах висели ковры. Ковры, да. Туда они подевались? Мы отвезли их на дачу. Это правильное решение. На дачу, мне кажется, им самое место. Теперь стена у нас будет очень красивая. У нас есть перламутровая жидкая штукатурка. Бери кисточку. Чуть-чуть обмакиваешь. Вот так. И наносишь на стены, потому что, знаешь, лёгкие движения, такие, как бабочка. А? Красота? Красота. Чик-чик-чик-чик-чик. И сразу стена приобретает интересную фактуру. Я думаю, я попробую. Ты не думай, а пробуй. Тань, ты знаешь, когда твоя мама и бабушка были у меня в студии, они, в общем-то, так очень спокойно отнеслись к тому, что ты будешь делать ремонт в своей комнате, а они сейчас сюда идут. Они пытаются узнать у меня. Они расспрашивают у меня, Тань, ну что там у тебя всё будет, Тань, расскажи. А я держусь, я ничего не рассказываю. Какая ты молодец, правильно. Они у меня всё спрашивают. Тань, там будут принцессы Диснея. Тань, Тань, ну это будет. А я говорю, нет. Ты уже с утрубением, наверное, ждёшь, когда... Больше не ждут. Можно будет разложить все свои игрушки, книжки, поездки для Ариады. Да. У меня грамоты есть, ещё дипломы. Да ты что, за что? Да, я лауреат по Северному окружному округу. Я ещё ветеранам рассказывала стихотворение про войну. Все там аж плакали. Я горжусь знакомством с тобой. Спасибо, что ты решила переливать свои слова. Я не могу с вами. Да я-то что, я же ничего. Я же так просто пришла с теми, пошла к той. Тань, ну мы отлично поработали. Мне очень нравится. И ты прям так помогаешь здорово. И я тебе уже помогала, я сама запуталась. Совсем скоро мы с тобой увидимся, когда твоя комната уже преобразится и станет совершенно новой, уникальной твоей личностью. Семилетняя Таня Осипова, как и все девочки в её возрасте, обожает мечтать. Первая мечта Тани о новой комнате скоро осуществится, ведь ремонт идёт полным ходом. Но это не мешает Тане посещать занятия в театре, ведь она уже абсолютно точно знает, что своё будущее хочет связать со сценой. Именно поэтому я решила сделать Таню сюрприз, а заодно исполнить ещё одну её мечту. Она отправляется на профессиональную фотосессию к известному детскому фотографу Елене Митрониной. Здравствуйте. Здравствуй, Танечка. Меня зовут Елена Митронина, я твой фотограф. Я знаю, что ты хочешь стать актрисой. Да, я хожу с 5 лет на кастинги. Ты молодец. Будешь продолжать этим заниматься? Конечно, мне очень нравится. Замечательно. Для этого тебе нужно красивое профессиональное портфолио. Скажи, у тебя есть такие фотографии? Нет, у меня есть только красивые, а профессиональных нету. Значит, будем стараться. Ведущий Оля просила тебе помочь. Пойдём? Спасибо. Смотри, твоя задача взять цветочки вот так в руки. Ты вот так вот с меня ручками их держи. Немножечко на меня головку поворачивай. Да. Головку поровнее держим. Подворотчик чуть-чуть пониже. Угу. Хорошо. Улыбочку. Хорошо. Да. Хорошо. Хорошо. Посиди ещё так немножечко. Смотри, Танюш, как ты, естественно, везде улыбаешься. Ух ты! Да, очень быстро входишь в образ. Ты молодец. Это очень важное качество для актрисы. Так что я думаю, у тебя всё получится. Скажи, тебе фотосессия понравилась? Очень. Спасибо вам большое. Пожалуйста, мы очень рады. Мне очень понравилось. Меня там фотографировали в разных образах. Я приносила туда платье, и я перед его на всё бегала. Пять часов это заняло. Прямо в комнате Тани Осиповой подходит к концу. Старая комната Тани была очень тёмной, и всё заставлено громоздкой мебелью. Именно поэтому для оформления новой комнаты Тани выбрала только светлые, нежные тона. Также по проекту, придуманному самой Таней и её дизайнером Ириной Фефиловой, в комнате появится сцена для домашних репутиций и выступлений. Предметом мебели выбраны только самые необходимые для будущей артистки. Вместительный шкаф для нарядов, рабочее место для уроков и, конечно, гримерный столик. Он изготовлен из экологически чистых материалов, что идеально подходит для детских комнат. Также эта мебель очень удобная, стильная, а самое главное – качественная и доступная. Мягкие диваны и кресла. Было решено выбрать яркого цвета, а в сочетании к ним подобраны шторы и сценический занавес. Осталось лишь немного задекорировать комнату, между чем показать её маме и бабушке Тане. Таня, какая у тебя комната? Давай меняться. Хочешь жить в моей комнате, а я буду в твоей? Недушки! Я буду ходить за тебя в школу, в театральную студию. Нет! Нет? Хочешь всё сама? Да! Хорошо. Тогда и сама будешь декорировать эту комнату, потому что у нас остались совсем последние детали. Начнём мы вот с этого столика замечательного. Это моё любимое место в твоей комнате. Так вот садишься, включаешь лампочки, красишься, всё такое красивое. Да. Смотри, у тебя есть коробка с твоими украшениями. Слушай, ну у меня украшений даже меньше. Поэтому мы решили, что у тебя должен быть вот такой красивый сундучок. Одним ещё один сундучок. Поэтому мы сейчас разложим твои красивые украшения в эти сундучки и расставим их на полочке. Смотри, я предлагаю вот так вот разложить эти коробочки. Ты можешь садиться здесь, да? А вот это тебе подарок, это детская косметика. Ты же актриса? Да. Ты должна быть красивая. Да. Поэтому здесь есть и лаки для ногтей, и всякие помады. Ух ты! И тени, и румяна. В общем, ты будешь такая красавица-красавица. Скажи, а как бабушка с мамой поживают? Бабушка с мамой нормально. Они пока ждут, когда здесь всё закончится. Да, они пока ждут с нетерпением. Но они тебя терзают? Что здесь будет? Очень, очень. Ты держишься? Да, я держусь. Ты ничего не сказала? Точно? Точно. Мне очень интересно, как лица увидят их, когда они придут в комнату. Я уже думаю, что будет такое удивление. Они прям потеряют дар речи. Та-дам! Туда поместится столько всего. Давай заполним этот шкаф. Это моё красное платье. Я в нём на самые такие праздники хожу. Таня, если бы у меня была вам с ферной палочкой, я бы сейчас тронулась за тебя, и ты бы исчезла. Все твои платья бы остались по мне. Но платья твои, и я, правда, восхищена. Ой, где мои 17 лет? Давай следующие. Ну что, у тебя здесь ещё, конечно, много что есть посмотреть. Есть прекрасная сцена, на которой ты будешь выступать домашняя, да? Я буду бабушке подарить. Яркая мебель такая, невероятно красивая и мягкая. Ну, за всем этим красивым интерьером всё-таки должен быть функционал, да? Поскольку ты очень хорошо учишься, у тебя должно быть и место для учёбы. Да. Давай посмотрим, что это. Здравствуйте! Здесь ты будешь делать уроки. А это что? А это альбом. А, так вот это как раз альбом с твоей фотосессией. Какая ты здесь красивая. Этот альбом нужно будет поставить в самое такое видное место, чтобы кто приходит, к тебе гости, они сразу могли его полистать. Ну что, Тань, ты наводи пока порядок на столе, всё красиво разложи, а я пойду за мамой и бабушкой. Ты уже готова? Очень готова даже. Правда? А если им не понравится? Ну и что? В самом деле, это же твоя комната. Это же моя комната. Молодец. Так всегда им и говори. Я не волновалась. Как ни странно. Потому что я думала, что всё хорошо будет. Ну а мама всё думала, ну как же там Таня сделать? Что она там сделает нам? Как, мне понравится? Не понравится. Я выражу свои мысли, если мне не понравится. Но если мне понравится... Давайте зайдём уже в эту комету. И так с этого дня вы можете туда доходить. Я не могла. Присаживайтесь, товарищи зрители. Я хочу артисткой стать. Вольт, мы же можем быть с тобой в одной связке. Большая анимация. Путь будет тернист. А у меня есть шар. Назад пути нет. А я буду обходить препятствия. Нас ждёт множество испытаний. Честно? Предупреждаю. Мы ждём в логово врага. Опасность на каждом шагу. Да я ем опасность на завтрак. Голодный? Деревка. Ты в команде. Вольт. Премьера. В следующую субботу в 19.30. Большая анимация. Только на канале Дисней. Агуша Эврика. Чтобы малыши уверенно шагали вперёд в своём развитии, им нужен натуральный витамин К2. Он помогает кальцию лучше усваиваться в организме. Натуральный витамин К2 содержится в творожках Агуша. Вот почему благодаря этим творожкам зубки и косточки малыша крепнут день ото дня. И он легко покоряет новые вершины. Агуша с К2. Крепкие косточки и зубки малыша. Агуша. Чистки зубов недостаточно. Щётка чистит только зубы, а на языке и дёснах остаются бактерии. Попробуйте Листерин Тотал Кеа. Он уменьшает образование налёта и убивает бактерии. Помогает предотвратить кариес и проблемы с дёснами. Освежает дыхание. Листерин Тотал Кеа 6 в 1. Максимальное действие во всей полости рта. Все на каникулы с детским миром. Переград. Скидка 20% на весь ассортимент Дисней Королевские питомцы. В детском мире. Престижно и выгодно. Шуба из норки от 60 до 120 тысяч рублей. Новая меховая коллекция. Снежной Королеве. Новая активия творожная. Семена мельна. Для правильного завтрака. Восхитительный вкус печёного яблока. Три вида натуральных злаков. И льняные семена. Ммм, как вкусно. Новая активия. Семена мельна. Правильное начало дня. Барби. Больше, больше пузырьков. В плавнике её секрет. Радости предела нет. Пузырьки волшебные. Ванную с собой возни. С Барби будет веселей. Вместе с ней ныряй скорее. Встречайте новую Барби-русалочку с волшебными пузырьками. С Барби ты можешь всё. Когда мой папа ходил за проторголом, мы знали, что ждать придётся долго. Я вырос. И теперь я просто хожу в ближайшую аптеку. Сиалор. Доступный проторгол. Спрашивайте в аптеках города. Ммм, как вкусно. И всего за 49 рублей. Лонгер в КФС. Все на каникулы с детским миром. Время играть! Куклы Май Литл Пони и Квестрия Геллс за 899 рублей в детском мире. Мама, а папа, ну ты что? Спрей Риностоп. Заложен нос. Спрей Риностоп. Действует быстро, стоит недорого. Среди вкусов иммунели есть не только аппетитные ягодные, но и один особенный. Нежный и мягкий. Классические иммунели способны... Воду в 11.40 на канале Дисней. Большая анимация. Астерикс и Викинги. Завтра в 19.30. Большая анимация. Только на канале Дисней. Всем скоро вы узнаете, как выглядит мечта вашей дочери, внучки Тани. У вас есть какие-то догадки, предположения, хотя бы тема какая-то. Мы думаем, что там будет что-то, наверное, в розовых тонах. Какой-нибудь творец. Ну и, соответственно, все, что... Остановского дворца, наверное, принцессы, замки. Да, замки. И появилась какая-то, наверное, самостоятельность. Такое впечатление, чтобы зайти... Там как-то... Повзрослела. Повзрослела. На самом деле. Здорово. Давайте зайдем уже в эту комнату. Итак, с этого дня вы можете туда заходить. Это комната Тани. И она нас туда уже пригласила. Пойдемте. Пойдемте. Добро пожаловать. Ну, ничего себе. Это, собственно, ее комната. А это сама Таня? Можно мы тебя отмлечем немножко от накладывания грима? Мамы пришли. Мамы пришли. Ну что? Это такая красота, правда. Да не уж что. Честно, я все ждала, но вот этого я не могла. Так, не плачем, не плачем. Это начинается реакция. Эти лампочки еще включаются. Лампочка. Ты такая улыбка. Хорошая, радостная. Ты так все хорошо. Мы тебе доверяли. Доверяем. И будем доверять. Когда я открылась дверь, мы вместе с суккой зашли в комнату, мы решили, что машина без двери. К чему мы уже привыкли. И что ожидали, да, вот этих розовых тонов, этого не было. И комната, она такая была яркая. Мы были постой. Ты два года мечтала. Помнишь, ты говорила? Помню. Бабушка, я хочу комнату такую, вот именно себе, для себя. И вот она сбрасывает. Ой, помнишься. Вот так, да. Ты не одна делала? Не одна? Нет, я делала. Тебе дизайнер помогала? Красота. Вот это дизайнер. Вот это красота. И мюстер красивые, такие светильнички по бокам. И есть сцена, представляете? Ну-ка давай-ка на сцену. Актриса. Так, присаживайтесь, присаживайтесь, товарищи зрители. Ну-ка, Татьяна, что-нибудь там исполни. Стихотворение артистка. Я хочу артисткой стать, Чтобы на сцене выступать, Чтоб цветы всегда дарили, Обо мне лишь говорили, Чтоб кино меня снимали, Роли главные давали. Молодец. Мне кажется, у меня самая классная комната. Я о такой могла только мечтать во сне. Вот тут они, рабочий стол. Он тоже, видите, такой изящный. Вот плетеная спинка. Очень удобная. Дедушка очень мягкая. Все хорошо, оригинально. А вот моя фотография. Татьяна, покажи. Можем вам даже дать полистать альбом. У Тани была профессиональная фотосессия. Теперь у нее есть свое портфолио, с которым она может ходить на кастинге. Ничего себе. Вот это красиво. Вы еще полистаете альбом. Здесь есть даже шикарный портрет, который можно будет потом повесить. Ну и вот такая вот замечательная поделка, которую Таня делала вместе с дизайнером. А вот и с ними. Чтобы мне все видно было. Ну все. Заднее кресло специально для бабушки или для мамы, которые придут отдохнуть. Для бабушки. Вот такая комната получилась у вашей Тани. Мне кажется, излишне что-то еще комментировать. Я не знаю, что у вас спросить, потому что у вас все написано на лице. Вам все нравится? Все, все, правда. Я так и знала, что вам понравится. Большое спасибо вообще этому проекту, что он существует, что он дает возможность вести родителям и детям быть ближе друг к другу, понять себя. Видеть счастливые глаза детей. Прекрасно. Это замечательно. Для этого мы живем и ради этого живем. Это для всех, кто мне помогал. О, а это для вас. Давай, помогу тебе. Ой, Юшка. Спасибо большое. Здорово. Для всей команды Диснея. Это моя комната на канале Диснея. Спасибо тебе большое, Таня. Боже мой. Давайте уже приготовим чай и разрежем торт. Давай. Отметим, так сказать, за воселье. Да? Да. Отлично. Таня, чтобы ты могла продолжить свое знакомство с Довинчи, мы дарим тебе вот такой набор студия дизайна с подсветкой. Ирина, а множество интересных идей для творчества в истории можете найти в арт-студии Довинчи на сайте davinci.ru. Спасибо вам большое, Эрмиле. Мечты нашей юной артистки о собственной детской комнате наконец-то осуществились. Маме и бабушке пришлось не просто ходить мимо закрытой двери, но когда они увидели результат, они поняли, что нашей Тане можно доверять и нужно позволять детям исполнять свои собственные мечты. Когда это делать, если не в детстве? И где это делать, если не в собственной детской комнате? Вы смотрели программу «Это моя комната» на канале Диснея. Я Ольга Шелест. Обязательно увидимся.